G2A.com – магазин игр по низким ценам. 3% кэшбэк с промокодом, что на экране. Ссылка в описании. Видеоигры появились не вчера, поэтому сегодня GameRanks представляет вам 10 исторических фактов о видеоиграх, которые вы могли не знать. Номер 10. Первый турнир по видеоигре прошел в 1972 году. Игрой для турнира была выбрана Space War, сделанная в 1962 году. Она была очень простой, и 19 октября 1972 года 24 человека сошлись в турнире, который закончился бесплатной подпиской на Rolling Stones. Кстати, они же и спонсировали событие, и написали о нем в своем журнале. На самом деле, статья довольно забавная. В ней говорилось, цитата, «Достоверно известно, что в любой момент ночи в Северной Америке сотни компьютерных техников находятся вне своих тел, заключенные в космической схватке насмерть, проецируемой компьютером с помощью электронных лучей на экраны мониторов, где они портят свои глаза часы напролет». Номер 9. Первая консольная игра, где требовались оба стикера, была под PlayStation 1 и использовала контроллер DualShock. Это была эксклюзивная игра, созданная Sony под названием Ape Escape. Вскоре после начала разработки игры, команда провела собрание разработчиков Sony. Там обсуждался контроллер, и они были очень заинтересованы. Так они создали управление, где игрок управлялся левым стикером, а различные приспособления были на правом. Игру даже довольно высоко оценили критики, что случается не так часто при внедрении новых технологий. Такой контроллер быстро набрал популярность, хоть и выглядел немного странно. Тогда мы привыкли к геймпадам, и нам нужно было, чтобы кто-то представил нам причины использовать что-то другое. И Ape Escape стала таким катализатором. Номер 8. Самая первая система видеоигр, работавшая на электронно-лучевом экране, была очень простой. Её разработали и запатентовали Томас Т. Голдсмитт Джуниор и Эстли Рэймен в 1947 году. Это была не совсем видеоигра как таковая, но она использовала лучевой экран таким образом, что на нём была показана точка, откуда вылетал уже непосредственно снаряд. Это, конечно, был предел графики, и приходилось подкладывать листок бумаги на экран, чтобы показать, как работает система наведения. Однако вы только представьте, что предком всех видеоигр, вероятно, является вот эта. Маленькая точка на хреновом круглом экране, внутри огромной коробки, использовавшей рычаги. Номер 7. Геймбой – это первое устройство, на котором играли в космосе. В 1993 году Александр Александрович Серебров, российский космонавт, взял с собой игру российского происхождения Тетрис. Первая же компьютерная игра, на которой играли в космосе, была Старкрафт. В неё сыграл в 1999 году на орбите Земли Дэниел Т. Берри. Номер 6. Мортал Комбат стал первой игрой с рейтингом для взрослых по всем стандартам. Конечно же, это была далеко не самая взрослая игра, выпущенная в те времена, но она привлекла больше всего внимания. Разногласия касательно Мортал Комбата на самом деле привели к созданию системы ESRB – системы возрастного рейтинга видеоигр. Она является своеобразным аналогом MPA – Американской ассоциации компаний только для игровой индустрии. Кроме того, после выхода Мортал Комбата имели место постоянные прения во всех аспектах и вообще везде касательно Мортал Комбата. В итоге вышел Мортал Комбат 2, который превзошел кассовые сборы Голливуда. Хотелось бы, чтобы люди начали думать, прежде чем привлекать внимание к чему-либо, что, по их мнению, должно исчезнуть. Номер 5. Fallout 2 стала самой первой игрой с однополыми браками. В современном мире это совсем не кажется чем-то сенсационным. Да и вообще у нас достаточно очень популярных игр, где вы можете вступать в брак с кем захотите, кем бы вы ни являлись, как у тех же BioWare. Однако 18 лет назад, когда вышел Fallout 2 в 90-е, люди все еще считали, что это фу, мерзко, да и по правде говоря таких людей еще немало. Но сложно представить, что такая популярная игра, а Fallout 2 был довольно популярной, не сыграла совсем никакой роли в нормализации ситуации. Номер 4. Первая популярная игра с несколькими каноничными концовками, в зависимости от того, кем вы играли, была Castlevania 2 Simon's Quest под Dendy. Стоит отметить, что она была не самой первой, однако первой популярной уровня ААА. И да, Metroid – это популярная модная игра, и технически у нее несколько концовок, но это было более похоже на кого-то, на ком было чуть меньше одежды. Я также пару раз замечал, что некоторые считают Metroid первой игрой с несколькими каноничными концовками, но это явное заблуждение. Существует огромное множество игр с различными концовками, например, Faria или интерактивная книга Infocom. Однако Castlevania 2 Simon's Quest помогла популяризировать эту идею, что значительно повысило смысл повторного прохождения видеоигр, особенно если концовки зависят от разных стилей игры. И я просто не могу этого не добавить, Castlevania 2 Simon's Quest – просто супер. Номер 3. Разработка самой первой игровой консоли началась в 1966 году. В 1972 году вышла Magnavox Odyssey и поразила всех своей прорисовкой трех квадратных точек на монохромном, черно-белом, двухцветном, называйте как хотите, экране. Он действовал по-разному, в зависимости от игры, в которую вы играете. Точно так же, как и игровая система 1947 года, о которой мы говорили ранее, она использовала отдельный слой, накладываемый поверх экрана, или приклеенный к нему, или еще каким-нибудь образом приложенный к экрану. Ну а контроллер выглядел совсем уж примитивно. Стоил он 99 долларов, что по нынешним меркам стоило бы 560 долларов или 35 тысяч рублей. Номер 2. Самая первая пасхалка в видеоигре была сделана в 1979 году в игре Adventure, которая являлась по сути визуализацией текстовой приключенческой игры. В игре есть комната со словами «Создана Уорреном Робинеттом», являвшимся дизайнером игры. Мне не кажется, что многие стали бы играть в игру с названием, которое не отражало ее сути, однако отсюда пошла давняя традиция прятать секреты в играх, которые вы не всегда ожидаете или можете найти. Номер 1. Самая первая трехмерная игра. А под этим я подразумеваю использование двух разных картинок, спроецированных на оба ваших глаза, чтобы создать стереоскопический эффект. Это была Subrock 3D, игра 1982 года под Сегу. Вы играете за улучшенную подлодку и защищаете землю от НЛО с помощью системноведения и вращающегося диска, создающего эффект трехмерности. Игра совсем не кажется чем-то особенным, но если бы вы увидели ее в 1982 году и получили бы разноцветную трехмерную картинку у вас в голове, то тогда это было очень круто. И еще, какую дорогу мы прошли. Если посмотреть на Oculus Rift и PlayStation VR и все, что их касается, то это просто невероятно. Напомнило ли это вам о ваших играх прошлых лет? Поделитесь вашими мыслями с нами в комментариях. Или расскажите, какой из этих исторических фактов вам больше всего понравился. К тому же, если вам понравился сам выпуск, то жмите лайк. А также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Как всегда, спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на нас на Ютубе и ВКонтакте.